Приветствую вас. Знаете, вот мне почему-то кажется, что при всей вашей кажущейся благополучии браке есть очень много подворных камней. Ну, хотя бы потому, что вы говорите, что ваша семейная жизнь складывается очень неплохо, уже 13 лет. Очень неплохо. Вот. Вы говорите, что вы мышему не изменяете, как вам пришла в голову мысль про измену, хотел бы поговорить, а именно, поисследовать. Вы говорите, что вы не видите в этом смысла, потому что вас все устраивает и даже больше, но ведь измены это не только, отсутствие измен это не только, но и вследствие того, что вас все устраивает и даже больше, отсутствие измен это это стремление, собственно говоря, к партнеру. это желание только партнера, а у вас, получается, этого и нет. Вот это выглядит так, что просто повезло, что мы же вас полностью удовлетворят. Нет, конечно, это может быть не так, но вот, исходя из того, что вы описываете, ну вот, такая мысль пришла мне в голову. Дальше. Мужчина говорит о МЖМ в последнее время. Что изменилось за последнее время? Что произошло за последнее время? Это нужно исследовать, потому что, на мой взгляд, все-таки что-то случилось, что-то, чего вы, вероятно, не заметили. Дальше. Как у вас связано предложение МЖМ мужем с доверием или недоверием к мужчине, если доверие и недоверие определяются собственным отношением человека к себе самому? Как? Тоже очень важный, на мой взгляд, вопрос. Потому что, ну, тут, видите, как тут история в том заключается, да, что вы, как бы, на мужа перебрасываете ответственность по организации доверия. Вот. Но, история здесь такая, что за доверие свое вы отвечаете сами, а не мужчина. Вот. И, получается, что фантазии мужа вас обижают. Но почему возникает обида? Одно дело, если для вас что-либо неприемлемо. Это один момент, это один аспект, и вряд ли, я так думаю, вряд ли этот момент и аспект могут, может остариваться. Но обида возникает от того, что вас это чем-то задевает. Вас именно чем-то, чем-то задевает тот факт, что муж это предлагает. Вот. И давайте попробуем разобраться с тем, почему вас это задевает и чем вас это задевает. Мне кажется, что это очень важно понять для адекватного поведения по отношению к мужу и вообще по отношению к дальнейшему, к будущему. Следующее. То, что мужчина использует ваши личные данные. Там. Фотографии. Да. И так далее. Фотографии. Это, конечно, неприемлемо. Но, опять же, одно дело, если мы говорим о неприемлемости чего-либо. И совсем другое дело, если мы говорим о обиде, об боли, которая у вас появляется, к примеру, тогда, когда он это предлагает и он это делает. То есть с этим нужно разобраться и одно от другого отдалить, отделить, отграничить, если угодно. Значит, муж хочет МЖМ, потому что он не уверен в себе. Он не верен в себе и очевидно, что вас он завоевывал. Это было именно такое вот завоевание вас, это было именно такое вот покорение вас, очевидно. Вот, но он завоевал, покорил, а дальше, а дальше ничего. И мужчина, он себя уже не чувствует. Ладно. Это неприятно, безусловно. Это является проблемой мужа вашего, безусловно. Вот, но ни в коем случае не ваша проблема. То есть одно дело, если бы для вас это было приемлемо, и можно было бы попробовать. Но если для вас это неприемлемо, повторюсь, я повторюсь, не обижает что-либо, а именно неприемлемо. Это разные вещи. Очень, очень, очень разные вещи. То, что неприемлемо, и то, кто обижает. Ну вот. Соответственно, мужа это психологическая проблема, и ее нужно решать с психологом, мужем. А вам необходимо решать проблему доверия и проблему обиды, которая есть у вас. То есть обида это такое детское поведение. Это перенос соответственности, как я и сказал, за свои желания и потребности на другого человека. Что является, в общем-то, крайне деструктивным для отношений, для любых отношений. Вот. Ну, в качестве начала, я думаю, что имело бы смысл вам обоим обратиться к психологу. Вот. Для того, чтобы разобраться, куда каждому из вас идти, в какую сторону. Вот. Потому что от ваших конфликтов, в общем-то, страдает поцветий ребенок. Вот. Что является неприемлемым тогда. Так же. Вот. Я думаю, что он. Так. Можно ответить вам на вопрос. Значит. Доверие и решение проблемы никак не связаны. Доверие это одно, решение проблемы другое. Значит. Приемлемость и неприемлемость, неприемлемость и неприемлемость определенного поведения. определяется и отстаивается вами. Так что, я думаю, что здесь все достаточно прозрачно. Вот. Вот. Только с этим, повторюсь, с этим нужно только разобраться. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вполне вероятно, что ваши отношения нуждаются в таком свежем глотке, в освежении, потому что, ну, за годы отношения могут, 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 как-то, ну, терять свою привлекательность, терять свою яркость. Это нормально. Вопрос заключается в том, что вы с этим будете делать и как. Так. Вот. Такой, я думаю, можно вам дать ответ на вопрос. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Сейчас так вот сделал момент. Подписывайтесь на наш канал.